Гляди на море впрок, и сколько нужно плачь. Кто сломан поперек, тот никому не врач. Тот темен и ничем не подтверждает Бога. Ты, помнится, смеясь, вращал земную ось. Теперь ты только грязь, промерзшая насквозь. От этой красоты тебе страшнее намного. Ты знаешь, каково продраться через бой. Но как после всего, что сделали с тобой, под этими лежать простыми небесами? Шихман – самое последнее говно интервьюер. Я предатель Родины, я работаю на Навального, и я поддерживаю бойцов АТО. По Первому каналу обсуждают вопрос о лишении тебя гражданства. Мы тебе покажем быструю дорогу в ад, старая шалала. Просто травли, и все. Была большая личная драма. Любовь – это всегда какая-то боль, конечно. Это проблема наших женщин? Ну, конечно, столько сладкого жрать. Посмотри на себя. Ладно, ладно. Давай не о смысле жизни. Больше вообще ни о чем таком. Лучше вот о том, как в подвальном баре со стробоскопом под потолком пахнет липкой самбука и табаком. В пятницу народу всегда витком. Давай будет так, как будто прошло пять лет, и мы обратились в чистеньких и дебелых. И стали не столь раскатисты в децибелах. Но стоим уже по тысяче за билет. Работаем, как нормальные пацаны, стрижем, как с куста, башки не даем простою. Я уже, в общем, знаю, чего я стою. Как тебя пронижат и прополощат, чтобы забыл себя ощущать. Когда я общаюсь с людьми вот твоей профессии или вот что-то около того, как будто в музей хожу. Потому что, ну, я так прикасаюсь к чему-то, а непонятному миру совершенно. А когда читаешь биографии поэтов, то вообще с ума сходишь, думаешь, блин, почему люди так живы? Странно. Вот ты, когда читаешь какие-то биографии поэтов, какая из них тебе кажется, тебе кажется наиболее странной, что это что-то сумасшествие какое? Ты знаешь, настоящих поэтов, мне кажется, почти всегда сумасшествие. Потому что, ну, это такой гладиаторский бой, только вместо соперника ты сам. Ну, то есть для того, чтобы состояться поэту, человеку нужно преодолеть какое-то невероятное количество в себе как раз того самого, мне кажется, мещанского, филистерского, обычного, бытового, земного. Человеком, который пишет 25 лет одно стихотворение, быть неинтересно. А для того, чтобы быть каждые 10 лет новым поэтом, как, например, там, Пастернак, каждые 10 лет изобретал себе новый поэтический голос. Ох, приходилось, как все переиначивать. А это еще такая профессия, она очень, мне кажется, очень тесно с какой-то, ну, жизнью духа связана. А жизнь духа – это вообще кусок противоречия всегда. То есть ты просыпаешься и говоришь, так, это все не моя жизнь, я это все построил, я это все больше не люблю, мне нужно куда-то ехать, куда-то бежать. Главное, надо понимать еще такую важную вещь, я всегда делаю на этом акцент, что вот это все глубокое несчастье, в котором, ну, подлинные гении находились, нам кажется, что это какая-то череда, гряда несчастья. Если люди при этом писали, и писали там по книжке в два года, они были абсолютно счастливы. Все эти несчастные любови, все эти там, не знаю… Им это все нравилось? Не то, что нравилось, это немножко не в такой категории лежит про нравится-не нравится, они действительно могли попадать в тяжелейшие испытания, но если эти испытания способствовали выработке вот этого вещества, на котором идет работа, тогда все, они были абсолютно реализованы, были на месте, были счастливы и все прочее. То есть это как бы, ну, это очень трудно объяснить, но все эти куски ада в любом таком повседневном восприятии, они способствовали тому, чтобы человек прям рос, 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 поднимался, поднимался, поднимался и работал. Когда Вера Полоскова вдруг стала модной, почему-то? Ты сама этот момент… Вот Вера Полоскова очень модная. Я до сих пор не могу понять, как это могло произойти. Каждый раз, когда мне какие-то люди из моих театральных друзей говорят, что они принимают экзамен в театральном училище, и каждое второе стихотворение, которое люди читают, мое, я не могу понять, как это произошло. То есть теперь не басни Крылова, а Вера Полоскова. Я знаю, что Олег Павлович Табаков, покойный, вскипал на экзаменах в школу-студию МХАТ, потому что он просто в какой-то момент его задалбывало слушать уже. Кто-то еще пишет стихи, говорил он, или только она? Что же это такое-то? Зато он знаком со всем твоим творчеством. Был, да. Я жаль, что мы не сможем это уже обсудить. Не знаю, я правда не знаю, как это случилось. Ты помнишь себя, которая о чем-то таком и мечтала? Я никогда не думала, что я никогда не мечтала вот про это. У меня не было мечты стать знаменитым автором, стать знаменитым поэтом. Мне не очень важно было, как это произойдет. Мне хотелось понять, как слава устроена, знаешь? Мне хотелось оказаться на месте человека, за которым я, например, 10 лет наблюдаю. Вот как он себя чувствует? Вот как он себя чувствует, когда к нему дети подходят и говорят, как они его любят и как они выросли на его песнях? Как он себя чувствует, когда он в кафе сидит? Я очень люблю историю. У меня есть дружочек, он такой актер, пожилой. И вот он пришел в кафе со своей молодой приятельницей. Ну и он когда-то блистал, а сейчас уже прошло много лет и мало кто его узнает. А тут за соседним столом сидит какая-то прям подкота, ну прям подкота. Они себя шумно ведут, они бухают, они что-то делают, там громко говорят. И он как-то на них так неодобрительно посматривает. И вдруг какой-то мальчик отделяется от этого стола, подходит к нему и говорит, слушайте, я хотела просто вам сказать, что вот вы любимый актер моей мамы и вообще я очень много фильмов. Ну вы удивительный человек, правда. Я никогда не думала, что я вас вот так встречу в кафе. Можно ваш автограф? А девушка в этот момент ушла помыть ручки. Он сидит один за столом, тот долго ждал удобного момента. Так, ты сел, и сейчас, когда она вернется, вы подходите все вместе, и я вам каждую подписываю. То есть ты ждала... Мне было интересно, каково это. Это ни о чем. Все самое важное происходит ни там, ни на красной дорожке. И у меня теперь большие проблемы с этим, ты знаешь. А я мечусь все время между вообще закрыть все соцсети, как бы спокойно жить дальше, понимаешь, до... Ну все-таки надо ездить, мы концертируем, мы реально делаем красивую историю. Приятно, когда на нее приходят люди, приятно, когда на нее полный зал собирается. Чтобы собирать полный зал, надо везде бывать, надо везде звенеть, надо везде ходить. Я даю интервью первое за полгода тебе. И не сказать, что просто потому, что я тебя знаю лично, и ты мне очень нравишься. Но то есть, если бы мне было, правда, интересно во все это играть, я думаю, что ты меня видела бы каждую неделю где-нибудь, потому что предложения поступают до сих пор. От шоу Андрея Малахова до чего ты не можешь там себя представить вообще. Но я просто не понимаю искренне, как бы, ну вот, зачем? Когда смотришь, даже на твои субсети, друзей-то много, и приятелей, и так далее. Есть ли те, ну, когда просто Вера Полоскова стала модной, ее стало модно приглашать в тусовки? Ой, нет, а я не ведусь никогда на это, я не вижу в этом смысла. Ну вот смотри, ты, я смотрю сторис, там, Ксюша Собчак, ты у нее дома. Эти люди могут быть? Я у нее дома, я никогда не была, ну или это чья-то другая, видимо, может быть, я бы зашла с удовольствием. Но вы были в общей компании? В общей компании мы были пару раз, наверное, но я никогда не была у нее дома слова. Эти люди могут быть друзьями? В смысле, люди, с которыми мы вместе оказались с Ксенией Анатольевной в одной компании, мои друзья, это квартеты. Ну, друзья мои, ну что, я люблю их. Ну, что касается прямо ближайших, они вообще не публичные люди, никогда не бывают ни дома, ни у кого, ни на вечеринках, типа, там, каких-нибудь стильных в России или что-нибудь там. Ну, то есть, это люди, которые знают меня по 15 лет с предпоследнего курса университета, никакой Веры Полосковой, которая модная и стала ее модно куда-то приглашать. Они обильно, много, постоянно об этом шутят, и все время меня стебут. А был момент, когда ты мечтала дружить с людьми, типа, Ксении Анатольевны. Я имею в виду, что смотри, ты такая девочка, что ты пишешь, выкладываешь ЖЖ, боже, это кто-то читает, вот это все. Но должен же быть момент, когда тебе жутко удивительно от того, что вдруг тобой начинают восхищаться и писать Собчак, что это новая Цветаева, Миша Козырев начинает, боже, у меня... Миша Козырев позвонил, когда мне было 21 год, и позвал меня на радио. Я долго не могла поверить вообще в это. Насколько было тебе тогда важно гордиться всем этим кругом? Мне очень краткий момент было важно, насколько медийные люди отдают мне должное как-то. Вот это был как раз тот самый такой юношеский момент, что человек, который родился в коммуналке на Малой Бронной, человек, который ходил в университет в парадном свитере своей мамы, потому что своего парадного свитера у него не было. Человек, который жил на 100 рублей в неделю, вот он теперь наконец себя докажет, он окажется среди тех, за кем он с детства наблюдается открытым ртом, и это что-то ему объяснит про него самого. Себе доказать? Да. Ничего не объясняет. Ну, правда, это ничего не объясняет. Это очень волнительный момент, который очень быстро проходит, и ты остаешься тем же самым человеком, как любой концерт. Ты выходишь в невероятной укладке, в невероятном мейкапе, ты играешь концерт, встает в зал, все очень красиво, и на следующий день ты просыпаешься в той же самой квартире, тем же самым несчастным, потерявшимся, не знаю, недоговорившимся с родней, состоящим из утрат, раздерганным, невыросшим, незрелым ребенком, человеком, который не понимает, как с собой дальше быть, но у тебя есть хотя бы этот вечер торжества, когда ты был прям кем-то еще, лучшим собой, главной версией себя. То есть раньше, я помню, была какая-то такая очень большая мечта, что настоящие вечеринки в твоей жизни начнутся, когда ты вот на таких каблуках, вот в таком платье, вот в таком мейке, вот в такой укладке ты появишься на какой-нибудь дорожке, и вот тогда начнется самая главная вечеринка в твоей жизни. Сейчас самая главная вечеринка в твоей жизни начинается когда-то из каблуков, из этого всего вылезаешь, туда все снимаешь, вот это все дома оставляешь, переодеваешься в кофту и идешь через дорогу к своему лучшему другу, где уже сидит там еще какая-то компания, и вы, наконец, уже празднуете по-настоящему какой-нибудь концерт твой большой, типа как вот был у меня в Москве. Это ровная история про мой московский концерт последний большой. Вот этой вечеринки ты ждешь как никакой другой в своей жизни, на самом деле. Ты сказала, что долгожданное литературное самоубийство случилось в 24 года. Да. Что ты имеешь в виду? Да, да. Это Дмитрий Львович Быков так охарактеризовал мое появление в передаче «Школа злословия». Ага. А напомни, что он сказал? Что вот мы наблюдаем, как человек совершил долгожданное литературное самоубийство, и наконец-то люди начнут читать кого-то еще, кто более достойный. Я не могу сказать, что я поклонюсь «Школа злословия». Хорошо, спасибо. Мне кажется, что на самом деле, то есть всяко лучше, чем по большим дорогам с кистенем ходить, мне кажется, что вы относитесь к тому типу прекрасных, ярких, молодых существ, которые, ну, которые, в общем, которые могут прославиться в разных областях. Я вчера смотрела эту программу, а что для них? Ой, это душераздирающая программа. Кроме глупости о том, что женщина в 40 уже стара? Нет, они же меня, ну, как сказать, они меня пригласили, и у меня была счастливая уверенность, что есть два варианта. Либо они меня ненавидят, и это будет веселая программа тогда. Они будут меня подстебывать, я им буду отвечать, будет весело. Либо они меня любят, и тогда это другая история, очень интересная, вот как с Ленор, как с Дмитрием Водельником, как с Верой Павловой, глубокий, настоящий, интересный разговор. Тоже хорошо. Они меня позвали, чтобы там полтора часа программа пишется дольше, чем идет, естественно. Демонстративно, показательно скучать на моем фоне. И делать такое лицо, знаешь, ну, 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 и как бы это меня настолько удивило, что можно позвать человека ради того, чтобы вот так делать. Это просто же скучно смотреть прежде всего. Это вполне себе интеллигентное письмо, это там хорошая версификация в том случае, когда это версификация, и вполне себе там обдуманный порядок слов, когда это проза. Я не вижу там вот какой-то черной меланхолии, разрыва аорты и тому подобное. Я вижу человека, который достаточно вдумчиво и неглупо, так сказать, анализирует те или иные эмоции. Это благодарить не за что. Это, в принципе, нормальное занятие интеллигентных людей. Понимаете, как бы вы интеллигентная девушка, хорошо владеющая словом поцелованности, там, я, предположим, не вижу, да, ну и так далее. Я при этом, так сказать, желаю вам всяческих успехов. Но я как раз думаю, что ваша стезя гораздо может быть больше сценическая. Время покажет, кто знает. Там была история, когда там Дуни Смирнова мне говорит, что вам не нужно работать писателем, вы напрасно думаете, что вы писатель. Вы все время говорите мы, у вас там какой-то коллективчик за вами читается. Вот вам надо в кино, наверное, пойти, каким-нибудь помрежем или что-то. То есть они мне решили, человека, который уже там две книжки издал к этому моменту, как бы... Отправить в театр. Да, они мне решили дать понять, чем мне вообще пожелать заниматься, как экспертный совет. И вот это меня как-то немножко поразило тогда. И что, и Дмитрий Львович потом... Дмитрий Львович, да, констатировал. Причем вообще просто out of blue есть такое любимое выражение английское, чтобы не сказать как-то нецензурное. Вот он out of blue это сделал, потому что мы прекрасно общались. Он меня позвал сам первый раз на радио к себе. Он прекрасно совершенно отзывался. Мы были в переписке, все было вообще хорошо. Вдруг он решил вот так выступить и, естественно, присоединился к нему сразу хор людей, констатировавших, что, в общем-то, и нечего было убивать, потому что не было никакой литературы и какой счастья и все прочее, и все прочее и там подобное. В общем, как бы спровоцировал какой-то нереальный просто на пустом месте срач. А самое главное, что поссорил в итоге меня с человеком, который являлся моим первым издателем, потому что это с ним был диалог. Я написала, что кто в каком тоне вы со мной меня обсуждали с Быковым, это меня абсолютно уничтожило. А это было тоже какое-то интервью или что это? Нет, они в комментариях под этим видео, условно говоря. Это меня абсолютно уничтожило. Я думала, что вы будете на моей стороне и как бы вы сделали так больно, как только могли сделать. Он сказал, что ему просто очень неловко за эту историю, за эту ситуацию, что он хотел бы это все отменить и так далее. Мы успели как-то так поговорить и через несколько месяцев его не стало. Он был уже очень пожилой человек. А в этой плеяди людей, в этом хоре, который начал говорить, были люди, которые были для тебя действительно кумирами и очень много, их мнение очень много значило? Ну, так, чтобы кумирами прям нет, но чье мнение было для меня небезразлично, мнение безразлично, они, конечно, были там. Разразился дикий поток там. Это был один из первых. Я вообще узнала, как работает эта система, когда сходит лавина. Был скандал как бы большой, потому что я, естественно, без ответа не осталось. Я написала подзамочный пост, который вытащили потом в комьюнити, разошелся, все произошло, и началась как бы волна публикаций на эту тему. Я вот тогда узнала, как это бывает, когда чихнешь в горах случайно, и вдруг просто реально завален по самые брови. И вот я внимательно все это читала. Вообще, когда статья, не знаю, в литературной газете о том, что ты кукла, которую выкинут на помойку через год, потому что она никому не нужна, выходит, когда тебе 20 лет, это закаляет. Это очень закаляет. Это прям классно. Это дает тебе понимание на каком-то свете вообще. Вера, а что ты делала? Я не понимаю. Я тебе объясню. Я как человек недавно на Ютубе, я вот изучаю эти рассказывы, я изучаю новые законы. Изучаешь хейк. Может, да, прийти что-то написать, он умеет на это право почему-то и так далее. Сиди, молчи со своим мнением. Но я это пытаюсь усмелить. Каждый раз в конце программы я про себя самое что ни на есть. Вот читаю и пытаюсь к этому легко относиться. Когда тебе, извини, говорит человек уровня быкова, с которым вы только что сидели за общим столом и который тебе говорил, вера, это закон, в русском литературном цеху первого человека, который появляется 5-6 лет, втаптывают в грязь. Если он выживает, все, он перенит в семью. Если нет, ты понимаешь, что если завтра Леонид Парфенов говорит, Шихман самое последнее говно интервьюер. Я не знаю, как я это пережила. Правда. Это очень больно. Я там росла на этом человеке и всему училась. Это очень больно. Вот что ты делала? Ну, как... Ты не выходила, я не знаю, что физически это как ощущается? До сих пор, ну как, это до сих пор ощущается, как... Это такое очень ледяное чувство. Я вот запомнила, что от этого очень холодно. Каждый раз, когда тебя предает кто-то, кто-то казался бы на твоей стороне, это очень холодно. Так прям холодно-прихолодно. Ты все время не можешь согреться. Тебе все время кажется, как будто внутри какой-то снег грязный. Температурный ознок? Какой-то снег грязный лежит все время и никак не может растаять. Вот. Ну, а что делать? Как ты с этим пытаешься ужиться. И это так часто происходило потом. Столько раз это происходило, и никто никогда не изменялся. И потом эти люди все вот сейчас прошло 10 лет, там, 12 лет после того, как меня нужно было размазать, как только я появилась в зоне видимости, и они как-то ни в чем не бывало начинают со мной разговаривать, вот что приятно. То есть как бы я уже неотменяемый какой-то факт в некоторые истории вещей. И, ну, ладно, тогда уж со мной можно поговорить. Но извиниться никому в голову не пришло, ни одному человеку. А ты ждешь этих извинений? Нет, нет, ну, просто забавно, что общаться-то им хочется теперь. И как бы в голову не приходит, что я все помню, и как-то, что это не было там смешно, весело, иронично. Это было просто отравли и все. Ситуация больнее это и была? У меня как-то интересно в этом смысле делится жизнь. Да, мне и в реальности там, и с семьей моей, и с друзьями в общем хватает там драмы, переживаний. Но как-то вот когда это происходит внутри семьи и некоторого дружественного сообщества, любые большие потрясения, ну, то есть там, я не знаю, у меня был прошлый год, вообще годом похорон сплошных. Все это можно пережить и как-то себе объяснить и как-то об этом с собой договориться, что это течение вещей, что это неизбежно, что это... А вот когда это начинает просто происходить, да, вдруг, вот как с комментарием одним на Фейсбуке, который меня прославил теперь на всю жизнь, на всю жизнь, это просто, ну, как бы где-то, где ты не можешь контролировать, начинает сходить лавина, которая сейчас замесит твоих друзей, твою маму, которая уже сыплется комментарии, и мы тебе покажем быструю дорогу в ад, там, старая шалава, это уже все происходит, а ты ничего не можешь поделать, ничего. И это очень страшно, потому что ты оказываешься захлопнут в этом ощущении и бессилие. Я поэтому сейчас как-то все больше и больше. у меня, когда родился ребенок, сейчас случился большой срыв в связи с этим. Сейчас? Да, вот сейчас, вот в эти пару месяцев. Большой был очень срыв, и я поняла, что если я хочу вообще жить и как-то двигаться дальше, то мне надо соцсетки прикрутить, конечно, мне надо перестать там появляться, только по острой необходимости. Я веду такие свои, вегетарианский инстаграмчик свой, в который ничего плохого не попадает, никак не отражается никакая ситуация, никакие острые комментарии, и как бы, и тихонечко плыву, живу. Срыв чего касался? Почему же тебе такое? Ну, что я не могу, я не тяну и драться там, на тех всех фронтах и держать какие-то рубежи, и младенца кормить и перепеленывать, укутывать, не спать и все держать вокруг себя, все хозяйство тянуть. Когда вся эта лавина катится, после этого пишется? Нет. Первое, что это блокирует, это возможность работать. Когда это случилось в последний раз, я писала целый, сидела и писала целый большой цикл, прямо его придумала, и в таком восторге в Индии, и в таком восторге все это, значит, сидела и работала, у меня наконец получалось, мне так нравилось. И вот как только это произошло, это было почти, до конца, ну, еще как-то заставляло шутить меня, пока я не увидела, как это дико перепугало мою семью. Ну, вот, с некоторых членов моей семьи это просто дико перепугало, потому что они впервые с этим столкнулись. Ну, когда по Первому каналу обсуждают вопрос о лишении тебя гражданства, или там Жириновский, например, высказывается широко о том, что тебе нельзя жить в этой стране. Ну, в общем, все вот это вот. Меня же это веселит, я люблю Пелевина, это же Пелевинщина. И, кстати, на сайте у Пелевина, я не знаю, какое отношение действительно она имеет к нему, но вот сообщество Рупи Левин, там очень смешно отозвалось об этой новости, собственно, на которой был комментарий, когда твоей книге говно приходится подрабатывать международным терроризмом. Вот, собственно, и все, как бы. Что еще сказать? И я как бы вот, ну, в этом русле там посмеивания такого над всем. Родственники, собственно. Да. А вдруг оказалось, что это просто очень сильно ранило и поразило и очень как-то деморализовало там муж моего, маму мою и все прочее. И я вдруг поняла, что это вообще не смешно на самом деле и может уже что угодно сейчас начаться. Как-то мне поддалась этой панике. И, кстати, эта история имеет последствия. Вот, например, беременная. Я на восьмом месяце поехала в некоторый городок выступать и были проданы билеты все. Не буду называть его просто, чтобы не провоцировать. А человек, который нас там ждал, не поленился и написал сейчас уже можно рассказать потому, что тогда нельзя было. Не поленился и написал кучу жалоб по поводу того, что едет предатель Родины выступать в наш славный город аж в Кремлевский зал. Надо это запретить немедленно иначе будет провокация. Не удивляйтесь. И что? Полный зал охраны. Мы сыграли концерт. Все было хорошо. Нас встречали на вокзале такие неулыбчивые парни из частного охранного предприятия. Что-то, не дай бог. И я такая с генеральским животом. И ребята с аппаратуры. Приехала. Брак народа. Минус 25. Мы куда-то приехали. Я на 8-м месяце. Очень красиво. Вот если снимать какой-нибудь киношный эпизод, прям очень красиво. Причем как-то человек, чтобы усилить эффект от того, насколько я говно, что я предатель Родины, я работаю на Навального и я поддерживаю бойцов АТО. Он написал в этой жалобе в мырье о том, что нельзя этого человека просто пускать в этот город даже. Потому что он средоточие порока. Как вылечиться и начать писать? Нужно вот эту вот рану, которая в тебе образовалась, начать заполнять какими-то очень целебными вещами. и, как правило, это какое-то путешествие, которого давно ждала твоя какая-то душа, там что-то, какая-то твоя внутренняя вся жизнь происходила уже в этом месте, нужно туда приехать наконец. Я очень, ну, у меня, плюс еще дети, дети очень утешают меня. Я, мне кажется, до детей эти вещи ранили меня гораздо больше и уничтожали меня гораздо больше. Потому что мне казалось, что это, в принципе, смысл жизни, ну как, профессиональной реализации, да? Некоторый фидбэк, какие-то вещи, которые ты получаешь в обмен на то, что ты производишь. Вот они такие, это очень важно, жить после этого нельзя, надо болеть и умирать. Теперь нет. Ну, как бы, все есть поважнее дела, слава богу, и как только они появились, стало понятно, что все это пена и она сойдет. Знаешь, если искать врага, обретаешь его в любом. Вот, пожалуй, возьми меня, мне никто не страшен. Я спокоен и прямо, и знаю, что впереди. Я хожу без страховки, с факелом над олбом, по стальной струне, натянутой между башен, когда снизу кричат только «Упади!» «Разве они знают, чего мне стоило ремесло? Разве они видели, сколько раз я орал и плакал? Разве ступят на ветер, нащупав его изгиб? Они думают, я дурак, которому повезло. Если я отвечу им, я не удержу над бровями факел. Если я отвечу им, я погиб. Вера, Саша, твой мув. Как вы познакомились? Он пришел устраиваться басистом в команду, которую набирала Лена Грачева, мой первый директор. Она решила, что мы будем делать пластинку. У нас не было никакой группы. Нам нужно было сделать пластинку под стихи. И она набирала музыкантов. И ее школьный приятель, который был у нас барабанщиком, привел своего друга басиста. Саня тогда был 23. Он был такой панк с черной челкой через глаза, с микробородой такой, с такой специальной гитарной, ну, как у тяжелых музыкантов, такой штукой, в футболке с черепами, в зашнурованных высоких ботинках. Дерзкий был. Твои представления девочки о твоем будущем уже? Ой, это моя любимая история. Как дела? Мы когда поженились, в инстаграме написала девушка большой цифристый комментарий о том, что да, конечно, не такого мужчину мы представляли рядом с вами, Вера. Ну уж раз вам так нравится, что вы уж прям жениться, прям собрались, то, конечно, придется с ним сунгиться. Ну, конечно, Вера, это, конечно, очень странно, странный выбор такой. Я думаю, боже, сколько труда и представлять рядом со мной другого мужчину, и разочаровываться потом, и еще и писать, ну, в общем, мне очень жалко, это утомительно в конце концов. Вот. Да, конечно, когда я вижу Санины фотографии с белой шевелюрой, и ракезом, гитарой, на каком-то фестивале, где он играет, тяжеляк, 20-летний, меня наполняет чувство гордости, потому что я никогда не могла представить, что я буду замужем за таким человеком, и он будет отцом. Если бы мне в 2008-2009 году прислали фотку этого мальчика с подведенными глазами и ногтями черными, и подписью, это будущее отец твоих детей. Любил его. Мне кажется, я очень бы долго смеялась. Очень смеялась. Вера, а почему он? Ну, потому что, ну, не знаю, полюбил меня. Отвечает за это. Мне всегда странно, когда, ну, вот я, с чего я начала вот этот, в музей, приходит кто-то и говорит, я тоже могу быть рядом с таким человеком, неземным. Вот он, ну, как сказать, мое изумление примерно такого же порядка было, что он очень из другого мира человек, но он ничего из этого не испугался в 24 года. Я была чуть-чуть постарше, и я уже, мне казалось, была уже Вера Блоскова. Да, Вера Блоскова, Клавдия Шульженко. А он был просто мальчик с бас-гитарой, который не испугался вот этого всего вообще. Сказать, что его там не разрывало, сказать, что он не понимал, что происходит, сказать, что он долго искал свое место, как вообще в этом, во всем, в этой смертной любви выжить среди всех моих друзей, среди всех моих взрослых, крутых, невероятных, 45-летних, ближайших друзей с всеми вообще успехами в каком только можно деле, не знаю, во всем. И вот он такой юный, такой трогательный мальчик. Моя мама, когда увидела его, сказала, о, обнять и плакать, сказала она. И вот то, что он вот это все взял и поместил в себя, это меня поразило тогда. Я до сих пор нахожусь под большим впечатлением, потому что вокруг меня было много людей таких, знаешь, отцов семейств очень взрослых или там вольных художников успешных, которые я знала, что какие-то чувства ко мне питали, и годами устраивали мне какие-то странные сцены ревности вдруг, или приезжали в два часа ночи мне там как-то признаваться в чем-то или что-то, но никогда не брали ни кусочка за это ответственности. Даже признаться толком не могли. Просто вот, ну, как бы, сделай что-нибудь, это так мучительно. Пришел Саня и сказала, пришел Саня и сказала, у меня к тебе чувства, я ухожу из группы. А, типа с работы вот из вашего премьера. Да, так работать я не смогу, к сожалению. До свидания. И что ты сказала? Они меня очень трогательные. Ребята знали, все, он им рассказал. И на цыпочках вышли из тамбура, в котором мы все курили, и празднуя день рождения нашего барабанщика в поезде из Нижнего Новгорода домой. Зима стоит глубокая уже. И вот, значит, нас трогательно очень оставляют одних. И Саша вот как-то так очень, он не про слова. Человек, ему трудно что-нибудь формулировать прям. Но зато, когда он говорит, он говорит в прямом текстом всегда. Я ухожу из команды, потому что у меня к тебе чувства, я так не могу. Меня поразило, что в тот момент, если бы он действительно ушел из команды, ему бы пришлось уехать из Москвы, потому что все, что... Та причина, по которой он жил в Москве, это потому что он с нами работал. И он остался без денег, и без всего, но он как-то так совершенно бесстрашно почувствовал, сказал. а люди, с которыми я тогда общалась, которых было достаточное количество вокруг меня, даже просто сказать не могли годами. Как-то собрать артикуляцию, чтобы произнести не могли. Меня так это поразило. Через, наверное, неделю, где-то или две мы жили уже вместе. Так получилось. Человеку негде было жить просто в тот момент. Через год он мне сделал предложение, а через два с половиной у нас еще ребеночка. Много ли было людей, которые тебе говорили, Вер, он как бы прицепился, живет у тебя, существует на твои деньги? Маленькие, все младшие. Они не говорили, они ждали, когда это закончится просто. Ну, месть давали этому два. А ты пытаешься оправдывать его в этом плане? Или ты видишь какую-то другую сторону? Потому что на поверхности вот это видно. В смысле оправдывать? Да нет, слушайте, я просто знаю, как все устроено. Мы работаем вместе. Мы как бы абсолютная, сейчас так, вообще абсолютная команда. Ну, то есть, если бы не было Саши в моей жизни, не появились бы дети, я не работала бы так и не зарабатывала бы денег точно. То, что мы ездим вместе на гастроли, то, что мы всегда, то, что у нас нет няни до сих пор за там, ну, понимаешь, когда это один ребенок, это еще одна какая-то ситуация. Не понимаю. Когда их два, это совершенно другая история, но у нас до сих пор ее нет, потому что мы очень следим за тем, как мы распределяем ответственность. И ее прямо в равных долях на каждом из нас. Поэтому сейчас вот эти все истории про кто на чьи деньги существует или там что-то, это абсолютно общая, всегда была общая тема. Я никогда бы не была тем, кем я сейчас являюсь, если бы не Саши. То есть, сейчас-то он уже, конечно, неотменяемая какая-то часть этого всего контекста. Я уже не знаю за 7 лет, что мы вместе живем, человека, который все ждет, что мы, например, там расстанемся и найду себе какого-то уже нормального. Солидного. Уже нормального кого-то. Да, уже много. Ну, то есть, мы про это продолжаем шутить, наверное, но исключительно шутить. Во влюбленном состоянии пишется легче? Или это... Да, ты ближе, я не знаю, как это определить, ты ближе вот к этому веществу, какому-то важному бытия, которое очень замыливается, очень от тебя отдаляется в других обычных состояниях души. Вот когда ты болен, когда ты влюблен, когда что-то такое происходит, ты как будто истончается какая-то граница между тобой и другим каким-то иным светом важным, вот из которого стихи делаются. А когда ты замужем и у тебя двое детей, где искать это состояние? Ой, это очень... Ну, слушай, во-первых, двое детей. В этом очень много... Дети. В этом очень много любви. Во-вторых, каждый раз, когда мне люди говорят, ну вот вы предатель, даже вы стали счастливая, и вас уже невозможно стала читать и все вот это прочее. Страдайте срочно. Мне, да, тот момент из детских книжек, когда они поженились и жили счастливы, умерли в один день, то есть дальше, понимаешь, 600 страниц, что-то происходило, он как-то завоевал, какие-то были сюжеты, что-то... Дальше, как бы, 40 лет вообще ничего, ничего сказать... Одно предложение, да. Ну, то есть, нет, так никогда не будет. Очень много всего происходит и между нами, и лютого, и странного, и расставания. И мы каждый год стандартно в какой-то момент разводимся, и разъезжаемся, и все, так больше нельзя. Ну, то есть, нет, всего много. Есть всего много. Другое дело, что мы, как сказать, мы договорились по частному играть просто. Мне 34. Я до сих пор не хочу детей. Расскажи мне, что такого классного, когда ты становишься мамой. У меня, кстати, нет ощущения, что, как у многих, я же матерей, что это спасет всех, и всем надо по ребеночку обязательно. Нет, есть люди, которым не надо. Ну, как бы, правда. Есть другие, очень много интересных вообще занятий, задач. Это чистая правда. И я так думала тоже про себя. У меня не было особенно очевидно, что вот будут у меня дети, а уж что их будет не один. Это уж понятно вообще. Даже не допускалась такая мысль, я не потянула просто. Ты знаешь, единственное, что я могу тебе прямо сказать по-честному, это просто какой-то такой такой глубины экзистенциальный опыт, наверное, который нигде в другом месте нельзя получить. Ну, то есть, ты такую перемену никогда не осознаешь, как сказать, никогда не получишь так быстро, так зримо и так неотменяемо, чем когда у тебя появляется ребенок. То есть, завести котенка не работает? Котенок не работает. Вот, не знаю, переехать не работает. Много есть глубоких экзистенциальных опытов от эмиграции до, там, не знаю, перемены пола, что угодно. Много чего происходит с человеком какого-то потрясающего. Да, но вот когда ребенок, это не про сюсюканье, там, сладкие слюни и все прочее. Это не про это. Это столько, это такой такой комок, такой клубок всего. И твоей сразу дикой уязвимости и смертности, и вот, есть кто-то важнее тебя, ты теперь не можешь умереть, ты за него отвечаешь. А при этом ты бессмертен, потому что ты продлился, ты не последнее звено в этой цепочке, понимаешь? Я помню, что когда родился Федян, я первые несколько месяцев, когда он у меня начинал улыбаться, не могла перестать рыдать, потому что тебя охватывает сразу такое все, есть существо, которое из тебя произошло, без тебя не было, и теперь оно тебе радо. И это целая какая-то на твоем, на твоих глазах за кратчайший срок развернулась огромная галактика, которая теперь живет сама по своим законам, при этом никак не может без тебя с этим совсем справиться, и ты нужна и на каждом шагу. Наверное, вот это. И из всех вершин, которые мне в жизни приходилось переживать, а мне на самом деле приходилось разное переживать. Я выходила там кланяться залу, который устраивает стоячую виловацию там несколько минутную. Я там не знаю, издавала книжки, которые выходили большими тиражами, расходились и как-то меняли, не знаю. Учала какие-то премии. Я получила какие-то премии, я публиковала тексты в журналах, которые мне очень нравились, там были дорогие, вот там кто-то хороший про меня писал, там, не знаю, какие-то внутренние ощущения больших побед у меня были, но, мне кажется, то, я очень понимаю, я вот раньше читала какие-то биографии, например, там, каких-то звезд, блестящих женщин, которые родили детей и больше не выходили на сцену, мне это казалось просто под поражением. Ну, как вот так можно было, например, да, ну, там какая-нибудь удивительная певица, как Клорин Хилл, там, не знаю, родила шестерых, перестала выступать. Ну, как это, ну, сейчас она уже выступает, но в 20 лет там практически ее не было вид. Как можно так взять и просто спустить в унитаз свою жизнь, родить ребенка и вот и все, и больше ты себе не принадлежишь, да что же это такое? А сейчас я понимаю, что мне кажется, ну, это такое было спасение вообще для многих из них, потому что это важный мир, это очень важно и профессионально реализоваться, и чего-то достигать и все прочее, но количество напряжения, количество фальшака, количество клеветы, количество хейта, которое с тобой там происходит, все вот это вот, оно кажется таким надуманным и таким искусственным и таким непонятно зачем, когда у тебя человек и он тебе там, не знаю, вот сейчас, как мне Федян по фейстайму рассказывает, что он для меня нарисовал, собрал какие-то цветы, и это выглядит очень каким-то таким, не знаю, сюсюканем тоже, но это очень чистая вещь прежде всего, она лишена наростов вот этого, вот этого всего, тщеславия, самолюбия, я даже расплакалась тут недавно, они собираются с отцом улетать и мы собираем чемодан, и вот я таскаю какие-то вещи, я в каком-то, в какой-то, значит, маечке домашней, и он говорит, ты красивая мама, я говорю, да, да, малыш, могу себе представить, он говорит, нет, ну смотри, и подходит и вот так вот в зеркало показывает, ну матье, сматье, я так, ну, то есть для него это очень большая какая-то важная правда, которую я раз за разом делаю вид, что я этого не слышу, он меня пытается показать, и то, что я там вижу, совершенно не то, что видит он, и так он это делает, что ты как бы, ну, в этот момент, понимаешь, ревешь, потому что это совсем некрасиво, ты огромная вообще, тебе страшно на себя смотреть, но он видит, вот он смотрит на тебя и видит то, что видит. Роды дома? Ты прочитала, да, где-то ты вычитала, не то, чтобы я это где-то там, не знаю, заявляла, да, почему? Была когда-нибудь в советской и постсоветской больнице? Я наслышала, у меня подруга, которая свой большой сайт про детей, и это главный пропагандист родов дома в моей семье. Нет, я вообще ничего, как и всего остального, я ничего не пропагандист, даже детей я не пропагандист. Я помню про знамена, да. И вот это, ничего, я вот, как только начинается пропаганда, мне сразу очень страшно становится и плохо, потому что потом придется отвечать за то, что ты пропагандируешь. А это всегда, никогда не бывает, чтобы у всех все получилось, как у тебя. Ну, просто я побывала в роддоме один раз и просто себе пообещала больше никогда туда не возвращаться. А что там? Да, жесть там происходит. Там как, я знаю историю моей мамы, но это было 34 года назад, когда ей говорили, что вы все тут проститутки, шлюхи. Поразительная система, если мы уж об этом заговорили, все-таки мы решили поговорить, да, про все, колясочки, подгузнички. Поразительная система родовспоможения в России, это то, что меняется с самым лютым скрипом. То есть, когда ты к стоматологу приходишь, невозможно представить, чтобы над тобой стоял стоматолог и говорить, ну, конечно, столько сладкого жрать, будут такие руины во рту, посмотри на себя. Ну, то есть, так невозможно представить, в 21 веке, чтобы с тобой разговаривал какой-нибудь любой другой врач, кроме гинеколога и акушерки. Вот они будут разговаривать с тобой ровно так, как с тухлым мясом. Не везде, уже сейчас не везде, слава богу, есть какие-то другие дела, но то, просто базовое презрение, отвращение, которое они испытывают, то, как ты в 6-20 утра просыпаешься от того, что тебе втыкают иголку в руку и над тобой стоит человек и говорит, еще 10 минут анализ заберу, потом не принимаю. Ты говоришь, ребят, ну, правда, я там 5 часов назад, там 10 часов назад родила ребенка, можно я посплю? Сказала, не принимаю. Я говорю, ребенка разбудили. Твои проблемы, они вот так все делают до сих пор в 2014 году, когда Федян родился. И мы его идеально совершенно родили. Это, кстати, был довольно продвинутый какой-то роддом. В родовой платок там никто не заходил, мне ничего не кололи, мне никак не резали, вообще никто не нужен. Мне было, я все сделала сама, прекрасно, никаких вмешательств, как я и хотела. Зато, когда все ушли, ушел Саша, который со мной рожал, ушла моя акушерка, все пришли ко мне, вот эти вот прекрасные женщины и дали мне понять, где мое место. И давали мне понять, где мое место следующие два дня, пока я не сказала, если вы меня не выпишите, ребята, я боюсь, что тут будут большие проблемы. То есть, и второго, ты только... Ну, я сразу знала, что я как-то никуда не поеду. Я для того, чтобы не вызывать подозрений у своих родителей и Сашиных родителей, подписала какой-то контракт с роддомом, ну, то есть, я бы знала, куда теоретически я поеду, но я знала, что я никуда не поеду и не поехала. А врач-то сидела дома рядом с тобой? у шарки была. Объясни, это кайф. Это ужасный, невероятный, потрясающий совершенно кайф, когда ты это делаешь дома, когда ты внутри каких-то стен безопасных, когда никто не войдет, ничего не скажет, когда никто не начнет бинтовать твоего ребенка, потому что, чтобы тебе показать, что ты безрукая и пропустила, что у него сломано ключица, хотя у него все нормально. Никто не будет тебя пугать, никто не даст тебе понять, что ты идиотка. Ты дома, твой ребеночек пошел старший гулять с бабушкой, пообедал, вернулся и познакомился с младшим братом. Залез на кровать и сказал, какие маленькие йосики. Вот это, вот это круто. Идет четвертый час, как Тимофей не спит. Ему не страшен мрак, ему неведом стыд, ни бабушка, ни мать унять его не могут. Он просит почитать его любимых книг, он хочет туалет, он возит грузовик, он требует мультфильм, и песенку, и йогурт. Идет четвертый час, как на вокзале снов стоят печально пять серебряных слонов, за ними из огней зеленых колесница. А в колеснице эльф рассматривает зол, то ремешок с гербом, то в бабочках камзол, где же этот Тимофей, чтобы ему присниться. А над вокзалом пар, а вдалеке холмы. Там желтый адынь, там полные хурмы, там темный отрек из чистого какао. В таверне под горой порядок и уют, но ужина пока еще не подают, и керосинки жгут тихонько в пол накала. Все смотрят из окон, глядят из-за ветвей, не едет ли наш друг, прекрасный Тимофей с грузовиком в руке в сиреневой пижаме, ведь мы такой пирог везде нему пекли, и стены красили, и специи толкли, и разные кусты в гирлянду наряжали. Как часто тебя хвалили в детстве? В советском и подсоветском пространстве детей хвалить было нельзя, чтобы их не сглазили. И, например, моя мама, когда кто-нибудь говорил, какая девочка, она говорит, да, это ничего такого особенного. Ну, то есть, чтобы, знаешь, так еще подорожничком прикрыть, чтобы, не дай бог, не это. И я привыкла, что это не очень хорошо, когда тебя хвалят, и у меня, и надо бежать сразу, это какая-то такая опасная ситуация. И я до сих пор не очень с этим спокойно обращаюсь. Это хорошо или плохо, что мама не хвалила? Она не хвалила. Она боялась просто. Было такое ощущение, что могут зазнаться ребенок, понимаешь, или там что-то случится. Нехорошо, когда вот так вот произносят вслух. То есть я, например, когда начала изучать фольклор, есть песня о том, что ты ко мне смерть не приходи, ребеночка у меня уже нет, он как бы тут уже, мы его тут под кустом уже положили, уже никого нет, чтобы она не пришла и не забрала. То есть это вообще очень старая традиция делать вид, что что-то с ним вообще уже не так давно, и не надо нас трогать, и не смотрите, и не хвалите, и так далее. Это ужасный, как бы сказать, из тех времен, когда дети умирали пачками, история про то, что если заметят, то сразу что-то случится. Вот заметным быть нельзя. И советская история про то, что заметным быть нельзя, способным быть нельзя. Всех способных сразу, всех заметных сразу, понятно куда. И это, ну, неистребимая история. Но ты же, получается, ты искала этого от нее, одно удобрение? Очень, очень. И теперь от этого очень завишу. Ну, то есть мне нужно, чтобы люди, которых я люблю, близкие самые, как-то мне вербально отдавали обратную связь, что я иду в правильном направлении. А если не дают, то я мечусь и унываю. Помнишь, первый раз, когда ты маме об этом сказала, что ты меня не хвалишь? Мы в разных фазах по-разному об этом говорили. Она говорила, ну, видишь, у тебя столько народу от тобой восхищается. Зачем тебе от меня что-то слышать? Видишь, сколько народу тебе говорит. И, ну, при своей, это уже давно не про маму история, естественно, прошло 20 лет. С присвоением просто этого очень большая проблема. А вот с тем, чтобы прочитать гадость о себе и немедленно принять на свой счет и начать оправдываться и беситься, и вычислять, кто это такой, и откуда он это взял, и кто ему рассказал, и что происходит, это за милую душу. Поэтому такое немножко есть иногда дисбаланс. Таня Лазарева, которая была у меня недавно здесь, она мне однажды сказала, что все творческие люди это дети, недолюбленные родителями. Согласишься ли ты с ней или нет? Ну, с родителями определенно должна быть какая-то большая проблема для того, чтобы человек реализовался. Потому что это еще и мучительная попытка доказать же что-то всегда. Большинство, конечно, моих знакомых, гениальных и талантливых просто друзей это люди с каким-то таким детством, про которое не надо говорить с ними. Вот. Ну, у меня все классическая история. Я ребенок, брошенный отцом, с надорвавшейся очень рано мамой, которая растит тебя в одиночестве, не рассчитывает на чью помощь. Классическая история, такая очень распространенная в России, где, мне кажется, прям, может быть, треть выросла в неполных семьях с человеком, который никогда не знает, будет ли вам что есть на завтра, будет ли вам где жить, что происходит, кому позвонить, если что-то случается и так далее. Вера, это проблема наших женщин или мужчин? Я думаю, что это абсолютно история про созависимость. Когда кто-то один берет на себя непомерно много, когда кто-то один забирает на себя всю совесть в семье и начинает работать с тяжелым крестом, который он тащит, у второго нет никакого выхода, кроме как оказаться беспомощным, жалким, не принимающим решений тюфиком. Одни не могут попросить о помощи и тащить на себе все целиком, другие не могут перешагнуть через собственный инфантилизм и что-то признать, и взять на себя за что-то ответственность. Никто не умеет извиняться. Ну, то есть мы совсем недавно, я была в Петербурге, и там у меня живет моя невероятно любимая подруга. И вот мы с ней все время говорили о том, как вот, например, половина историй, семейных историй про то, что там люди поссорились в 25 лет и до смерти не разговаривали друг с другом. Это же такая распространенная в семье вещь, когда я, например, там узнаю, что у меня есть дядя в 10 лет, что моя мама не разговаривает со своим братом всю жизнь. И это прям поголовная вещь. В Советском Союзе я считал, что если какая-то критическая ситуация произошла, ее надо усугубить тем, чтобы просто еще и не общаться, чтобы ее больше никогда не обсуждать. То есть все, что ты можешь человеку сделать плохого, это еще и лишить его вообще возможности это как-то избыть, обсудить. Вот он ходит с этим ножом в сердце всю жизнь, и пусть и ходит, скотина, раз он вот так. И только недавно, мне кажется, со всем вот этим, не знаю, историем про психотерапевтов, что это важно, что это полезно, что это не для идиотов, не дебилов, не для больных людей, для всех, что это как гигиена, что этим нужно заниматься и так далее, немножко стала меняться эта история. Люди стали обсуждать, люди стали договариваться, люди хотя бы ради детей пытаются не делать большие глупости, когда типа вот сейчас ты уйдешь, и больше детей никогда не увидишь, и он действительно никогда больше не увидит, пока им там не станет 30, и это уже совершенно другие люди. Я очень верю, что сейчас и информационная, и отношенческая, какая-то, и поколенческая ситуация такая, что вот этих вот травм жутких, от которых нельзя избавиться, у детей, например, у тех, кто разводится, у детей тех, кто разводится, уже не будет, потому что тогда почему-то автоматически считалось, что если ты прерываешь отношения с женой, ты прерываешь отношения с детьми, а это принципиально разные отношения, почему вдруг так? Ты папу знала вообще? Я видела его одиннажды в жизни. Что это было за история? Он заехал к маме с каким-то стульчиком для меня и куклой какой-то для меня, и вдруг до меня дошло, что это мой отец, я не знаю, как это произошло, мне было года два, наверное, два с половиной. У мамы было такое перекошенное лицо, что это не была счастливая ситуация, явно, но когда я потом ее спрашиваю, я говорю, мам, вот я помню такую историю, это отец приезжал, она говорит, да, но ты не можешь этого помнить, ты была очень маленькая. А не стало его, когда мне было лет шесть? У него было еще две дочери, кроме меня. Не стало, он болел или это? Он просто, он просто очень глупо умер по, там, медицинской причине. В смысле, врачей? Да, да, врачебный ошибка. 43, что ли, 44 будет. Есть про это стихотворение, про деда Владимира и деда Николая. У моего мужа просто такая же история, тоже очень трагическая, очень жесткая. Он отца потерял в 10 лет, я там, но он, это был другой случай, потому что отец был обожаемый, любимый, абсолютно такой, какой-то там прекрасный, растворенный в детях и все прочее. Но мы абсолютно симметричными оказались дырками в полтела, да, на всю жизнь и, в общем, так пытаемся как-то это починить. Дед Владимир вынимается из заполярных льдов, из-под вертолетных винтов и встает у нашего дома вся в ине и голова и немнется под ним трава. Дед Николай выбирается где-то возле реки Москвы из-под новодевичьей тишины и пала листвы и встает у нашего дома старик в свои сорок три и прозрачные внутри. И никто из нас не выходит им открывать, но они обступают маленькую кровать и фарфорово стараясь дышать ровней дорогого младенца в ней. Да, твоя порода, Володя, смеется дед Николай, мы все были чернее вороного крыла. Дед Владимир кивает из темноты, а курносый, как ты. Едет синяя на потолок от фар, осторожная полоса, мы спим рядом и слышим тихие голоса. Ямки Веркины при улыбке едва видны или Гали, твоей жены. И стоят, и не отнимают от изголовья тяжелых рук. Представляешь, Володя, внук. Мальчик всхлипывает, я его укладываю опять, и никто из нас не выходит их провожать. Дед Владимир, дед Николай обнимаются и расходятся в ворот. Никаких безотсовщин на этот раз. Никаких сирот. Для тебя слово папа. Оно вообще какое? Не знаю, вкус, ощущение? Ну, сейчас оно очень изменило значение, потому что я так иногда в шутку называю своего мужа, потому что это слово звучит по тысяче раз в день в моей семье. Муж мой, по-моему, довольно гениальный отец. Большое открытие. Ты же, когда начинаешь жить с мальчиком каким-то, ты же не знаешь ничего, собственно, о нем на самом деле, пока у вас не родится ребеночек первое. Серьезно? Конечно. Потому что все, что он пытался скрыть, все, что он пытался, не знаю, симулировать, все, что он пытался, там, везде, где он пытался быть лучше, чем он есть, везде, где он пускал пыль в глаза. Когда у него ребеночек, он уже не может так делать. Во-первых, потому что приходится столько трудиться изо дня в день, что тут уже ничего не сыграешь. И вся гниль твоя, и вся лень твоя, и вся твоя, ну вот все, что в тебе есть, фальшь, не знаю, что угодно, все, конечно, вылезает сразу. И, ну вот, Саша оказался, мне кажется, крутой очень отец. Ты пыталась с ним внутренне ругаться с папой? Да, я ему письма писала в юности. Прямо писала? Письма у меня в тетрадочках с письмами. Там они полны очень горьких обвинений, эти письма. Ну, такое же сплошь и рядом было, такое как бы невозможно сдать ответственность за кого-то. Непонимание, что эти вещи травмируют на всю жизнь там людей. А он что, это он именно испугался рождения ребенка? Да, ему не очень нужны были дети. До своего последнего, я так понимаю, до своей последней дочери он как-то не... Он, в общем, сказал, давай не будем ей говорить, что я ее отец, у меня уже есть один ребенок, я с ним не поддерживаю отношения, давай не будем еще одного обездоливать. И таких было, знаешь, сколько историй. Я вообще, вот у меня подруга есть, она недавно узнала, что у нее трое сестер, трое, как сказать, сиблингов, сестер и братьев. Она не знала об этом до какого-то очень взрослого возраста. В связи с этим, вот это желание вдруг чем-то поделиться, не знаю, стать заметной, это не папе доказывает? Слушай, ну мы можем погрузиться в дебри психотерапии, это всегда какая-то боль, конечно. Всегда какая-то боль из детства. Не только про папу и про маму и про всех. Тут у меня просто довольно такая еще получилась совсем классическая психотерапевтическая ситуация, потому что мамины родители к моменту моего рождения умерли, там тоже все было очень так горько и плохо с той стороны. Ну то есть я без бабушек, без дедушек, без никого вообще, а это ну это очень тяжело для человека и мама моя конечно надорвалась в какой-то момент. Когда у меня мама осталась одна, это уже не папа был, а отчим, я поняла, что вот женщина должна быть вообще очень самостоятельна. Нельзя ни на одного мужчину положиться в этой жизни и как бы ну окей, нам классно вместе, но в принципе я все могу сама. Вот у тебя не воспиталось этого? Я пытаюсь сейчас потихоньку это избывать. Это единственная модель, которая у меня есть. Как ты понимаешь, счастливым отношениям она не способствует. Да. Потому что когда ты ну подсознательно и даже не подсознательно все время ждешь от человека подвоха и знаешь, что он проколется и все время его испытываешь и оцениваешь. Невозможно сдавать экзамен. Невозможно все время жить на экзамене с человеком. Конечно. И конечно, когда ты наказываешь человека, с которым ты живешь за какие-то его просчеты и какие-то там какой-то его нечуткости что-то, ты наказываешь не его. Ты пытаешься до всех до них докричаться, которые были с тобой так жестоки когда-то. Незаслуженно. Ну, потому что мама говорила, он не любит он не остался, потому что он не любит маленьких детей. И вот я помню такие часы просто рассматривания вся в зеркале и попытки понять, что же со мной не так, если он не любит маленьких детей. Если у всех есть, а у меня нет. То есть со мной он не остался. Что со мной не так. И сейчас я с большой признательностью фиксирую моменты, когда понимаю, что нет, я не все могу сама. Где-то я не обойдусь, где-то я могу просить о помощи и это ничего страшного. Где-то можно быть слабой, что вообще в моем случае невозможно себе представить. То, что я провоевала, как ты понимаешь, я была самой главной революционер и гладиатор и воин и солдат на всем белом свете единственной. Всю свою юность там. Это хорошо видно по текстам, по книжкам, по вообще всему. Слава богу, что-то меняется потихонечку. Мне не хочется в конце жизни говорить, что я осталась одна, потому что никто не был меня достоин. потому что я оказалась сильнее, умнее и выше и интереснее всех на свете и мне такие друзья так себе не нужны и мужчины так себе не нужны и все прочее. Мне кажется, в этом нет доблести никакой. Я очень много знаю таких женщин, взрослых. И в какой-то... Они меня всегда когда-то, когда я была маленькой, восхищали, потому что я думала, вот глыба человек, вот такой прям из цельного куска молодец. Но в этом нет никакой, как сказать, в том, что ты выбираешь одиночество как единственный способ справиться с тем, что с тобой происходит на самом деле, нет никакой доблести. Это просто значит, что ты за 70 лет, 60 лет, 50 лет, что ты жил на свете, не выработал никакого здорового механизма нежности, принятия, общежития, любви, заботы о ком-то и так далее. Мне всегда в этом смысле, я всегда когда читаю, знаешь, какие-нибудь благотворительные сайты про какую-нибудь бабочку, которая была шестеро детей, и вот она осталась одна, никто к ней не приезжает, все ее бросили, и никто с ней не общается. Я думаю, что надо было делать с этими шестерыми детьми всю жизнь, чтобы никто из них никогда к тебе не пришел и не приехал. Это ведь не бывает на пустом месте, это всегда как бы имеет какую-то большую причину, ну вот мне бы совсем не хотелось, чтобы так было. Ты тоже, опять же, однажды сказала, как же, ты не хочешь ни в коем случае, чтобы твои стихи как бы кто-то брал за знамена, да, и шел вот с ними и как-то что-то понимал. Ну да, я немножко, когда я встречаю их на каких-нибудь демотиваторах или крупно напечатанными на каких-нибудь, знаешь, там, подписанными где-то, всегда немножко внутренне сжимаюсь, потому что все, что говорилось, касалось только меня, никого больше не касалось. А почему ты не хочешь быть каким-то вот умом, умом поколеем, что-то попытаться, сейчас объясню, громко высказано, я могу влиять на умы и что-то изменить. Нет, у меня никогда, как ни странно, у меня никогда не было такой цели. Мне никогда, мне никогда не хотелось забраться на табуреточку и вещать с нее о том, что теперь я знаю, куда нам все надо идти. И людей, которые начинают так делать, я ужасно боюсь. Когда люди попадают в статус какого-то голоса поколения, я ужасно прям о, думаю, о, все. Ну, это просто не моя история. Мне кажется, что люди, которые берут на себя ответственность вот таких вещей и заявлений, айда со мной, за мной, теперь я знаю нужный путь. Да. Ой, это всегда очень, очень, очень плохо кончается. Прям очень плохо. Если не для людей, которые за ним пошли, то для него самого точно. Дурацкий ли будет спросить цель, почему ты пишешь, то есть, чтобы что? Это какая-то еще одна данность, еще одна какая-то функция важная, биологическая практически, которая у меня есть. И если я этого не делаю, я умираю, я себя чувствую очень плохо. Но для этого обязательно нужно издать книгу? Нет. Вообще не обязательно. Можно спокойно, если принять решение вот сегодня, спокойно с этого дня продолжать это делать совершенно никак не публикуя. Но просто, если это нужно людям, и если это получается, если получается говорить, если получается с этим взаимодействовать, если получается так, что приходит без всякой рекламы в... Ну, меня же, как сказать, бойкотирует не только профессиональное сообщество родное. Меня, например, вот вся наша дорогая пресса спокойно тоже как-то проигнорировала в связи с там моим последним туром, который мы довольно тримуфально на самом деле осуществили. Я не могу не похвастаться этим. Было очень круто. Ну, это же удивительно, что без федеральных каналов, без всех больших информационных там каких-то партнерств я взяла, собрала там полторы, 1800 человек в Дворце молодежи, в Питере полторы тысячи, в Киеве полторы тысячи. Это много. Это много. Я до сих пор не очень могу в это поверить. Я не понимаю, как это происходит. Не очень вижу, как этот механизм работает. Но то, что это происходит, значит, что людям это очень нужно. Самая удивительная история, которую тебе рассказали на твоих концертах? У меня есть такой кусочек. После концертов я всегда выхожу подписывать книжки. И часок-полтора я сижу, подписываю книжки. И люди мне, пока я это делаю, рассказывают всякие удивительные вещи. Ну, удивительные. Во-первых, книжки мои, конечно, уже доехали до каких-то таких континентов и стран, на которых я никогда не побываю и не окажусь. Во-вторых, совсем дети могут ко мне прийти. Там две лучшие подружки, 14-летние, которые свой какой-то талисман мне приносят, какой-то камушек. Я не знаю. Или я доезжаю до Эстонии, куда приходят люди, которые едва говорят по-русски. Но они пришли послушать. И они очень благодарны. Ну, нет, их на самом деле десятки. Все они невероятно трогательные в связи с тем, что я написала детскую книжку. Статус трогательности этих историй немедленно возрос, потому что мне присылают видео с такими детьми, которые читают эти стихи из ответственного ребенка. Я рыдаю каждый раз. Я никогда не думала, что это будет так, что она так прозвучит, эта книжка. Книжка просто продана там, по-моему, сколько? Она вышла в январе прошлого года, 2017-го. Вот сейчас продано 27 тысяч экземпляров. Мне недавно пришел отчет. 27 тысяч экземпляров детская книжка. Это очень много. Это очень много. Я только руками могу развести. Ребята, это потрясающе. Спасибо большое. Я никогда не ждала, что стихи, которые я напишу для своего сына, чтобы ему читать перед сном, станут такими полезными вам. А так, что человек пришел, сказал, вы спасли мне жизнь? Было, было. Я не могу просто предрассказаться, это не скромно, ужасно, но и спасли жизнь, и отговорили от самоубийства, и я вообще понял, что я не один такой человек на свете. Каждый раз, когда я это читаю, мне не всегда хватает сил дочитать до конца, потому что это неподъемная для меня ответственность. Я никогда не имела этого в виду, но то, что это происходит, спасибо большое всем, кто был к этому причастен, от высших сил до всех остальных. Мы начали с того, что стихи, ты понимаешь себя через них всю жизнь, то есть это инструмент познания себя. Конечно. А можешь ли ты мне сказать какие-то свои периоды, а вот там, во столько-то лет, я вот это поняла, судя по стихам. Потом вот это. То, что точно понятно по стихам, я в какой-то момент ужасно боялась старения и смерти, но старения гораздо больше, чем смерти, потому что мне казалось, что в старости гораздо больше смерти, чем в самой смерти. Смерть происходит и отменяет тебя. А старость это какая-то такая ужасно унизительная вещь, когда у тебя по одному отбирают то, что ты мог, умел, каким ты был и оставляют какие-то руины странные. И ты вот их должен волочь еще оказать чем-то до этой вот самой смерти. В общем, мне было ужасно страшно стареть. Я все время смаковала истории людей, которые там умирают в 27, умирают в 30, умирают там максимум в 50, когда начинается вот этот вот уже, как мне казалось, распад, вот это все. Мне правда казалось, что жить там дольше определенного момента просто очень глупо, потому что это неизбежно приведет тебя к тому, что ты станешь пародией на себя, как каждый человек. И вдруг это как-то было преодолено. Не знаю, помогла ли мне Индия в этом, которая у меня сейчас со многим помогла. Она важные вещи перекроила у меня в сознании. Вот эти, знаешь, такие московские, зацикленные на внешнем, нуждающиеся все время в каких-то подтверждениях, как бы, ну вот это все. Она прям поотменяла очень многие загоны, которые были, конечно, контрпродуктивны уже давно. Ну вот, когда я поняла, что старость это еще и дар огромный, что мы доживаем до старости, что мы можем взрослых детей наших там наблюдать, что мы можем посмотреть, как изменится мир, что мы сможем увидеть, как вырастут семена, которые мы там бросили, какие-то наши книжки, как повлияли, что произошло. Правда, интересно жить долго. И старость это не какое-то наказание, которое всех настигает в какой-то момент вне зависимости от того, что человек делал. Она ровно такая, какую ты себе заработал, как пенсия. То есть, если ты в нее не веришь, например, и если ты живешь так, как будто ты ей не подвержена, у нас с тобой и не произойдет. Вот если ты не играешь, что вот ты там все развалено, что ты начинаешь обслуживать свои болезни, ты становишься обслуживающим персоналом своего вот этого всего, да. Я знаю людей, которые не повелись на это, и чем бы они ни болели, и как бы они ни были, не знаю, уставшими, какими бы они ни были, они удивительные, яркие, живые, очень молодые люди и в 70-80 лет. Тогда меня отпустило. Очень изменились мои представления о том, что такое любовь, мы сейчас об этом с тобой говорили. Мне казалось, что если ты не покрываешься лединой, испаренной при мысли вообще одной о человеке, то ты не влюблен даже вовсе. А потом оказалось, что это совсем вообще ну как-то про другое, что это, что эти вещи с внешней драматической какой-то стороной, с вот этим вечным заламыванием рук, оно имеет мало общего на самом деле. И когда это только заламывание рук, это как раз не про любовь, история, а про невроз и про то, что как раз надо преодолевать. Скажи мне, а поэт все равно всегда одинок внутренне или нет? Если я попрошу тебя, охарактеризуй мне поэта Веру Полоскову одним стихотворением. Есть такое? Визитную карточку ты хочешь? Ну вот как бы ты сама себя, вот это я. Но это всегда какое-то недавно написанное, потому что это же быстро изменяющееся понятие. каждый из нас очень быстро меняется. Я, наверное, написала этой зимой вот как раз в Индии какое-то стихотворение, которым сейчас можно охарактеризовать поэту Веру Полоскову. Гляди на море впрок и сколько нужно плачь. Кто сломан поперек, тот никому не врач. Тот темен и ничем не подтверждает Бога. Ты, помнится, смеясь, вращал земную ось. Теперь ты только грязь, промерзшая насквозь, от этой красоты тебе страшны. и намного. Ты знаешь, каково продраться через бой, но как после всего, что сделали с тобой, под этими лежать простыми небесами, выкатывать в песок клубок из сизых жил. Чем ты, дерьма, кусок такое заслужил? Все полугоги здесь управились бы сами. Реви и не таи, хрипи и говори, они сожгли мои хлева и алтари, пытались и меня, но главного не выжгли. Теперь я буду куст или бесплотный дух, потом вернется вкус, потом отложит слух, потом позволят спать чугунные нервишки и хриплый, как мертвец в вечернюю зарю, я с кем-то наконец живым заговорю. Вот бешеные, да, показывать такое. И кто-нибудь кивнет, и я узнаю боль, как с тела черный лед вдруг обдирают вдоль, а там комок смолы тепла и непокоя. Мои хорошие, стойте вот так ровно, как вы сейчас стоите и сидите. Я хочу это сфотографировать. Ира, Ира, боже мой, это прекрасно. Спасибо вам огромное, друзья.